В ПАСЭ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в нормандском формате. В Софиде России оценили заявления японских коммунистов по Курилам. Турция пригрозила закрытием военных баз для США. В воскресенье 15 декабря в Минске состоялась первая встреча представителей Донецкой и Луганской народных республик с представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел ДНР и ЛНР Наталья Неконорова Владислав Дейнега, а также дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник. ПАСЭ на встрече представлял глава Комитета экономического сотрудничества развития здравоохранения фракции «Альтернатива для Германии» Бундестага Федеративной Республики Германии Улерих Оэме. В ходе брифинга по итогам встречи представитель ПАСЭ заявил о необходимости подключить представителей Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с нормандской четверкой. Я взял инициативу в свои руки, потому что мне все больше понятно, что в переговорах в формате нормандской четверки Германии, Франции, России, Украины отсутствует очень важный участник. Это отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В первую очередь на январской сессии ПАСЭ я запущу инициативу и надеюсь, что получу 20 голосов для того, чтобы мы смогли инициировать резолюцию Совета Европы. Неконорова в свою очередь подчеркнула, что в ДНР приветствует такую инициативу со стороны европейского сообщества. Она напомнила, что конфликт в Донбассе длится пять лет, и все это время международные структуры получали официальную информацию только от украинской стороны. По словам министра, благодаря встрече с ОМС сделан первый шаг, чтобы получить объективную информацию и от второй стороны представителей ЛНР и ДНР. Неконорова также отметила, что в ходе встречи удалось обсудить ряд важнейших вопросов, таких как защита и обеспечение прав человека в Донбассе, ситуация в минском процессе, а также результаты недавней встречи глав стран нормандской четверки. Заявления оппозиции Японии по Курильским островам лишь отдаляют перспективы заключения мирного договора с Российской Федерацией. Об этом заявил член Оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич. Не стоит воспринимать заявление председателя коммунистической партии Японии Кадзоо Сиев всерьез. Оно, на мой взгляд, продиктовано прежде всего стремлением поднять рейтинг партии внутри страны. При этом он отметил, что японские коммунисты в своей позиции сходны с крайне правыми националистическими силами Японии. Клинцевич подчеркнул, что подобные заявления не приближают перспективу заключения мирного договора между Россией и Японией. Что касается нашей страны, то в этом вопросе все адекватные политические силы едины. Курильские острова – неотъемлемая часть территории России. Ранее председатель оппозиционной коммунистической партии Японии Кадзоо Сиев сообщил, что считает Сан-Франциский мирный договор, по которому Токио отказался от всех прав на южной Сахалины и северную часть Курильских островов, несправедливым, и призвал вести обсуждение территориального вопроса с Россией, заявив права на все Курильские острова. Напомним, Япония претендует на южно-Курильские острова Кунаширши, Катан и Турупы Хабамай, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и группы Хабамай после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. В ответ на санкции США в отношении Турции лидер страны Реджеп Таипердоган заявил о возможном закрытии военных баз Инджерлиг и Кюрюджик для американских военных. Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях. Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджерлиг и Кюрюджик. В Пентагоне уже отреагировали на заявления турецкого президента. Там отметили, что рассматривают статус сил США в Турции, как символ долгосрочных обязательств работать и помогать защищаться союзнику по НАТО. Отмечается, что Вашингтон стремится наладить конструктивный диалог с Анкарой в вопросе об С-400, Сирии и других аспектах, в которых возникли разногласия. Напомним, Россия в 2019 году выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Поставки С-400 вызвали кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.